На самом деле пропаганда очень интересная, творческая, а самое главное полезная работа. Занимаемся тем, что учим в первую очередь детей основным правил дорожного движения. Проводим занятия в детских садах, в школах, в колледжах. В основном ориентированы, конечно, на детский дорожно-транспортный травматизм. Такие занятия необходимо проводить с детьми с самого раннего возраста, прививать ребенку навыки безопасного поведения на дороге именно с раннего возраста, чтобы ребенок уже мог ориентироваться на дороге, знать основные правила дорожного движения. Дети в маленьком возрасте не понимают опасности на дороге. Они могут заиграться, они могут выбежать на дорогу, могут выбежать из-за какого-то препятствия. Мы на занятиях в детских садах, на конкретных примерах им все это рассказываем. Выходим из-за машин, переходим по нарисованному пешеходному переходу, показываем им дорожные знаки. Я еще в далеком 2007 году, когда при поступлении в тот момент еще милиция, пришел в госавтоинспекцию Тверской области. И одна из вакансий на тот момент была должность инспектора по пропаганде. Тогда еще первого батальона, было два батальона городских, первый батальон и второй батальон. Первый батальон требовался сотрудник по пропаганде. Я, конечно же, разузнал, но мне предложили, разузнал, что это за должность такая. На тот момент она была не совсем знакома, понятия не имел. Но когда мне рассказали, мне самому, конечно, стало интересно, что много можно будет изучить как самому. Работа в том числе с СМИ, работа со школами, с детскими садами, с автошколами. Именно на тот момент мне показалось это настолько интересным, что работа будет моя не обыденной, не каждодневной, что одно и то же, а будет что-то каждый день интересное. Работа с разными людьми, людьми разного возраста, даже разными категориями граждан, что мне это показалось очень интересным, и я хотел попробовать себя в этой должности. Прошел все испытания, конечно же, все прошел успешно, и меня взяли. И вот с 2007 года я несменно, так сказать, работаю на этой должности инспектора по пропаганде. В данный момент получается уже в городском отделе старший инспектор. Самое важное, я так считаю, что идет от родителей. Как родитель является для ребенка основным примером, как родитель будет вести себя с ребенком, будет рассказывать ему, как он будет переходить сам через дорогу, не будет нарушать правила дорожного движения. Если родители ведут ребенка в школу, в садик по правилам, через пешеходный переход, на зеленый сигнал светофора, рассказывают детям, что необходимо делать, куда смотреть, какие опасности могут возникнуть на дороге, тогда детки, конечно, у них в голове это все усваивается, и они, я думаю, никогда не попадут в дорожно-транспортное происшествие. Если родители при детях сами будут нарушать правила дорожного движения, то ребенок просто будет считать, что так можно, и ничего с ним не случится. И одно из наших направлений — это работа со средствами массовой информации. На тот момент, когда я начинал, опять же, в основном были это печатные издания, газеты. На тот момент в интернете мало было публикаций. Мы отслеживали информацию из печатных изданий. Сейчас же большой уклон делается на интернет-издания. И почему это важно? Так как работа наша заключается на каких-то фактах, так сказать, даже больше, и чтобы была эта информация достоверная от первоисточника, мы должны в первую очередь донести до граждан, что происходит на дорогах нашего, по изменению в законодательстве, по ситуациям на дорогах. Таким образом, мы как первоисточник в первую очередь доносим до людей, до наших водителей и участников дорожного движения в целом все изменения в законодательстве, вот эту всю необходимую информацию, чтобы люди от нас ее получали, а не, опять же, искали где-то в интернете, либо по каким-то слухам, и такая информация может быть неправильной, либо неправдивой. От нас, конечно же, все это будет на должном уровне преподнесено. Сейчас у каждого человека уже есть интернет, телефон, выход в интернет, поэтому очень многие, очень популярно сейчас в соцсетях, в группах, граждане выкладывают административные правонарушения, видео, фотографии, в которых водители и пешеходы, даже несовершеннолетние, могут совершить какие-то административные правонарушения. Мы со своей стороны также мониторим соцсети, определенные группы, и если мы видим административные правонарушения, передаем их в административную группу, и дальше там занимаются инспектора, вызывают нарушителей, составляют административные материалы, все это под контролем. Хотелось бы призвать тверичан проявлять свою гражданскую позицию, не закрывать глаза на нарушения, которые происходят рядом с вами, потому что, возможно, своим таким хорошим поступком вы можете спасти чью-то жизнь, возможно, даже ваших близких, которые просто будут переходить дорогу, либо быть водителем рядом с нарушителем. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните в дежурной части, сообщайте, и, конечно же, никогда не закрывайте глаза на, особенно на грубые правонарушения. Каждый день я с удовольствием иду на службу, потому что мне приятно видеть и работать с коллективом, который меня окружает, в том числе мое руководство. И то, с чем я иду на работу, чтобы нести пользу людям, так сказать, кому мы должны это в первую очередь донести, это дети, подростки, чтобы не случилось с ними беды на дороге. Мне очень нравится, что мы детям дарим положительные эмоции. Даже несмотря на то, что мы приходим к ним на урок, мы рассказываем им как учителя правила дорожного движения. Тем не менее, они рады всегда с нами встрече, они рады провести с нами любые мероприятия, очень активно в этом участвуют. И, конечно же, когда они тебе улыбаются, в конце обнимают, говорят спасибо, слова благодарности, это не заменит ничего. Поэтому хочется дарить им эти знания, хочется вложить в них как можно больше, чтобы с ними никогда не приключилась беда.